Волгоград 1 Я, как и полагается, всегда предлагаю своим гостям представиться самостоятельно. Поэтому первый вопрос самый простой. Кто вы и чем занимаетесь? Я Краснова Ульяна, которая свою жизнь посвятила очень нужной, полезной, на мой взгляд, профессии, профессии психолога. Не только психолога, но есть еще у меня базисные такие моменты, связанные с психотерапией. То есть отношения я имею и к этому. Вот давайте нашим телезрителям расскажем, что психолог и психотерапевт – это две разные профессии. Правильно? Такое бытует мнение. На самом деле принято считать, что психолог работает исключительно с нормой. Что касается психотерапевтов, нужно понимать, что человек приходит чаще всего с запросом по поводу каких-либо уже явных нарушений. Нарушение равно в терминах, если психотерапевтических, расстройство. Но это не значит, что психолог работает исключительно с нормой. Если мы будем рассматривать такие понятия жизненные, допустим, как тревога, здесь это можно тоже считать нормой. То есть наша психика так устроена, что она с помощью тревоги нас от чего-то защищает. И сказать, что это не норма, мы не можем. То есть там есть некие моменты, когда это переходит на какой-то неконтролируемый этап. И тогда уже такие звоночки, что нужно что-то делать, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Некомфортное, неприятное и так далее и тому подобное. И самое главное, человек не может сам по щелчку пальцев все это дело прекрасное остановить. Так, следующий вопрос. Интересно узнать, как вы к своей деятельности пришли. Это было так, чтобы всю жизнь мечтали стать психологом, и вот это получилось? Или это было как-то по щелчку пальца? Я очень много раз задумывалась над этим вопросом. Вопросом изначально, ну, возраст мой такой, что в свое время у нас такими идолами были учителя. Вот я вырасту и буду учителем. Я пошла в пединститут. Но в пединституте, оказывается, кроме учителей, есть еще множество разных интересных профессий. И сказать, что моя профессия не связана с учителем, я тоже так не могу, потому что любая такая деятельность, где ты делишься знаниями, она предполагает, что ты чему-то учишь, можешь что-то дать людям, этому миру в целом. В общем, сейчас психолог для меня это не профессия моя. Это мой образ жизни. Вот немного об образовании. Тогда вы дипломированный специалист, правильно? Да, я закончила наш Волгоградский государственный педагогический институт. Сейчас это университет. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить весь педсостав нашего факультета. Они дали мне то, чем я сейчас горжусь. Спасибо огромное. Вот интересно, как профессионал, вы можете сказать, сейчас много есть разных курсов таких вот по психологии, и люди их проходят там буквально три месяца, и уже считают себя там настоящими профессионалами, мастерами дела. Анжела, это компетентно? На наших просторах интернета практически каждый вещающий что-то, он скажет, я психолог. На самом деле, если нет основы, там не на что нанизывать. Понимаете, как, Анжела? Должно быть дерево, на которых листочки образуются. Нету дерева, но есть какие-то листики. Куда их лепить? Что с ними делать? Ну, есть оторванные знания. Они не представляют собой некой целостности. А если нет целостности, то как мы можем говорить о том, что этот человек поможет другому человеку, если он имеет что-то, о чем не понимает и не имеет общего представления? Ну, то есть вот эти, допустим, курсы различные, это скорее такое дополнительное образование, повышение квалификации? Конечно, да. Это, несомненно, это здорово, что сейчас есть такая возможность вот так вот онлайн все это дело расширить для себя. Но если ты не был на пороге институтским, то я считаю, что такой человек не имеет права считать себя ни А, тем более, медиком, ни Б, психологом. Так, ну, позиция ваша понятна. Теперь давайте вот о чем поговорим. Вы в основном работаете в регионах, правильно? Так сложилась моя жизнь, что я работаю на два фронта. Это Ростовский фронт и наш Волгоградский фронт. Да, и причем стоило мне уехать из Волгограда, как вдруг здесь я стала крайне необходимой. Очень востребованной. Да, очень востребованной. На фоне нынешних событий, где тревога во главе угла, и с каждым, я не скажу даже годом, а с каждым часом она набирает обороты. Вот интересно, все-таки в регионах уже у людей есть какое-то психологическое воспитание? Или все-таки вот это вот мнение осталось, что психолог – это такая причуда для богатых, что вот пойдите работать, и все ваши проблемы, они исчезнут? На самом деле лайфхак с «пойдите работать», он действует, да? То есть, ну, займите себя, и часть ваших каких-то недугов сойдет на нет, вы будете погружены в другую деятельность, некий отвлекающий такой фактор, маневр. Да, это здорово. Но что касается вопроса о том, что это причуда для богатых, с одной стороны, сейчас действительно психологические услуги на рынке стоят дорого. Это, знаете, как с такси. Вот нет дождя, ну, я за 100 рублей поеду, а когда такой-то вот с громом – 500 рублей, пожалуйста. И ты стоишь перед выбором. То есть, но понимаете, в чем дело? Жизнь так, и вообще психика так человеку устроена, что она не может находиться долго в напряжении. Здесь обязательно рванет, как пороховая бочка. То есть, до поры до времени. И человек тогда из-за этого, я еще раз повторюсь в своих словах, жуткого дискомфорта. Он говорит, я отдам любые деньги, лишь бы мне стало легче, лишь бы я мог вести нормальный, адекватный образ жизни. И он идет к психологу, к психотерапевту. И вот здесь я как бы к первому, да, вашему, Анжелу, вопросу вернусь. О различиях мы идем к психотерапевту. Я направляю к психотерапевту, если вдруг человек пришел. Ну, вот знаете, бывает, откроешь интернет. Так, мне нужен психолог. Не понимая, да, что если тебе, ты не спишь, у тебя бессонница, нету аппетита, ты закрываешься, ты становишься нелюдим. И такой человек говорит, я иду к психологу, все. И он приходит, и чаще всего, чаще всего, я сначала перенаправляю к психотерапевту. Мы работаем в комби психотерапевтом, это обязательно, потому что психотерапевт – это человек с медицинским образованием. А мы должны понимать, что любое расстройство – это нарушение прежде всего физиологической регуляции. А физику исправляет психотерапевт. А вот дальше подключается психолог, который уже ведет к тому, что человек становится перед выбором менять свой образ жизни, но прежде менять свое мышление, свой образ мышления. А этим занимается психолог. Сейчас, на данный момент, психологи, которые имеют сертификацию в области когнитивно-поведенческой психотерапии, они являются такими базовыми специалистами. И когда вы видите психолог и три волшебные буквы КПТ, то значит, это тот человек, который вам поможет. Но прежде мы психотерапевту исключаем, обязательно исключаем органические нарушения, и тогда смело вступаем в контакт с психологом. Ну вот мы немного уже вопрос этот затронули. А вообще в Волгограде много людей, которые предоставляют вот такие психологические услуги? Вы знаете, есть, есть и психологи, много психотерапевтов, в каждое сейчас медучреждение. Но на сегодняшний момент так обстоят дела, что наши психотерапевты, низкий им поклон за то, что они выполняют свою деятельность, они перегружены, перегружены. И тут же допростят они же меня, психотерапевты. Чаще всего это бывает так. Вот вам таблеточки, вот вам фарма, вы садитесь на них, я вас веду. А, собственно, психотерапевтическую составляющую из-за того, что очень много у нас тревожно-депрессивных людей, они просто не вывозят это. С восьми до восьми даже в клинике человек просто не выдерживает. Здесь есть еще интересная особенность, то, что это самое сложное вам, наверное, как никому знать, общаться с другим человеком. Но здесь момент не просто общения, да, а... Переживаешь все его эмоции. Абсолютно верно, потому что, если я не буду, как это красивое слово, эмпатично присоединяться к клиенту, к своему, я не смогу, в кавычках, понять его боли. Вот. А это очень важно. Очень важно. Поэтому психотерапевт, он выполнил свою функцию основную, костыля, на который человек опирается. Он фармой нормализует все процессы физиологические, гормональные. А чаще всего это сбой именно там, в гормонах. А вот мне интересно еще такой вопрос. Вот бывает такое, что человек пошел к психотерапевту, ему назначили какие-то препараты, а вот он чувствует, что он не хочет их принимать. Вот в этом случае что нужно сделать? Может быть, сходить к кому-то еще? Или все-таки послушаться? Действительно, бывают такие принципиальные клиенты, которые говорят, вот все, что угодно, только не фарма. И здесь свет в конце тоннеля есть. Грамотный психотерапевт, он все повернет в такое русло, чтобы человек понял, что он, имея такую силу воли, может добиться результатов. И я еще раз повторю, на это есть сейчас прекрасный, замечательный метод в психотерапии, который называется когнитивно-поведенческая психотерапия. Когнитивная, то есть это мыслительный, ну, поведенческий, понятно, и терапия вмешательства, если дословно мы эту аббревиатуру вот так вот расшифровываем. То есть на сегодняшний день есть две составляющие. Это фармакотерапия и когнитивно-поведенческая терапия. И есть доказательства научные, которые говорят о том, что когнитивно-поведенческая психотерапия имеет такой же эффект, как и фармакотерапия, если человек не хочет. Но здесь мы немного делаем полегче, чтобы человек быстрее в норму стал проходить фармой. Так вот, мне сейчас хочется затронуть какую-нибудь определенную психологическую проблему, потому что, думаю, это нашим телезрителям будет полезно. Давайте с вами поговорим о зависимых отношениях. Я думаю, сейчас это такая для многих и для девушек, в том числе для парней, очень актуальная тема. Может быть и раньше, не могу говорить, но сейчас точно. Вообще, что это такое, вот если вот с такой психологической точки зрения? Вы знаете, я не хочу переходить к определению зависимости. Я думаю, что некоторое моё сейчас повествование расставит все точки над «и», и человек, каждый сам поймёт, зависимость – это про что. Все мы родом из детства. У всех оно у нас было. Так вот, в детстве наши родители, они давали нам в мир и вообще в отношении себя некие посылы. Ну, если так вот мы будем образно представлять, ребёночек, который рождается, он такой представляет из себя беленький листочек, на который родители что-то там записывают. И вот это «что-то там», и каким почерком это пишется, и является тем, что представляет из себя сам человек в дальнейшем. Такое очень ёмкое «образ себя» или «я-образ». Так вот, чаще всего посылы наших родителей, да простят они меня, я их люблю и своих обожаю, преклоняюсь, спасибо за всё. Но не все посылы родительские, как йогурты, одинаково полезные. И когда приходит клиент, он приходит с определённым посылом, который сформировался в детстве, и я сейчас их перечислю. Вот такой посыл или убеждение, если говорить именно психологическими формулировками. Следующие они. Я никчёмный. Я недостойный. Я недостаточно хорош. Я не смогу. У меня не получится. Я дефектный. Я беспомощный. И именно на убеждении о беспомощности я хочу сделать особый акцент. Вот, кстати, наверное, можно сказать, что к этому списку добавляется ещё и наоборот. Я слишком хорош, настолько, что меня никто не достоин. Да, но тогда мы не придём к зависимости. А, всё. Там будет как раз с точностью, да, наоборот. Да, действительно, такое есть. Это вот, да, такое, скорее, мания, такое величие, да, что мне море по колено, людей я перед собой не вижу и так далее. Ну, как раз от таких людей становятся зависимы ми. Да, но на самом деле, если мы там копнём, если мы там будем разбираться, это некий способ защиты, да, защитный механизм. А внутри что-то такое ранимое, больное, очень тонкое. И я бы даже сказала, такое слово подобрала, изувеченное. Вот. Так что, то есть, вот, оправдательная такая позиция, да. И те, и другие нуждаются в помощи. Так вот, если вы мне, Анжела, позволите, и нам позволяет время, я хочу рассказать вам, чтобы вот у всех ясное и чёткое представление возникло о зависимости, рассказать об интересном исследовании, которое проходило в 50-е годы. И основателем этих исследований был Гарли Харлоу, американский психолог. Всё-таки американцы, они там впереди. И по сей день, и по сей день, я просто здесь ремарочку некоторую ставлю, что когнитивно-поведенческая психотерапия, её основатель, американский психотерапевт Аарон Бек, который прожил, если мне не изменяет память, 100 лет. И когда у нас был коронавирус, по-моему, это было в то время, он ушёл из жизни. Но он оставил просто кладезь, на которой мы сейчас и психологи, и психотерапевты опираемся. Ну так вот, в чём заключались исследования Гарри Харлоу? Изначально он проводил исследования, где смотрел, выявлял особенности интеллекта обезьянок. И это было его основной целью. Ну, не все были факторы учтены, да, и то, что он хотел увидеть, его уже в дальнейшем не интересовало, потому что наружу вылезло то, что действительно повергло в шок и, опять же, да, принесло огромную пользу. За свои опыты, за свои исследования он заработал просто зловещую репутацию. Но там есть и положительная сторона. Это как, когда клиент приходит, он говорит, ну вот только вот чёрное вижу. Я говорю, а вот посмотрите, вот у медальки есть ещё другая сторона. И, значит, в чём зловещество было самое? Он изолировал маленьких обезьянок макак Резус в трёхмесячном возрасте от своих мамашек. И помещал их в клетку, в, ну, помещение, будем так говорить, да. И ставил эксперименты, но он увидел такую особенность, что оторванные, ну, так скажем, от сиськи детёныши как-то по-особенному ведут себя по отношению к полотенчикам, которые были, которым был устлан пол. Они прижимались к этим полотенчикам, скатывали их, брали в свои ручки, обнимали, тискали их, даже в некоторых случаях игрались с этими полотенчиками. И в тот момент, когда экспериментатор заходил и отбирал этот полотенц, полотенце это, обезьянка в дикий ужас приходила. Она билась в истерике, отказывалась от еды. То есть полное такое неадекватное состояние проявляла. Так, я, в общем, прошу прощения, что я перебиваю, у нас время подходит к концу. Нам нужно самое главное рассказать, что сделать, чтобы от такого избавиться, избавиться от зависимости. Вот, от зависимости. Вообще, на самом деле, ну, время не позволяет, да, всё это к выводу. К какому выводу? Оказывается, то, что пищевое наше подкрепление, да, ну, вот, то есть мама даёт грудь, это не самое важное. А вот тот момент, когда мама излучает тепло, улыбается, обнимает и много-много что составляет, да, материнские такие объятия, это говорит о том, что у ребёнка с мамой формируется привязанность. И вот, когда маму, в своё время мама, допустим, там, рано уходит, выходит на работу, да, или жизненные обстоятельства так складываются, что вообще ребёнок остаётся без мамы, он становится как та обезьянка. И привязанность нормальная, а их три у нас, нормальная, тревожная и избегающая. Эта привязанность формируется, идёт по какому-то руслу. Либо это тревога возникает, и там беспомощность, и там она, беспомощность. Я не могу без мамы, и, соответственно, мы придём к чему? Я не могу без другого человека, когда уже мамы нет. Ну вот, чтобы, да, как бы у людей по ту сторону экрана не возникло того, что что-то они не поняли, я предлагаю всем посмотреть, он в доступе, документальный, просто интереснейший фильм. Он длится примерно 40 минут, который называется «Джон». И все, кто не понял, про что я сказала, вот там будет видно. И там эту зависимость, ту зависимость, про которую мы говорим, от другого человека, да, будь то парень или девушка, вот там её можно будет проследить, увидеть, и откатиться к себе в детстве и понять, да, мамы не было, или да, мама была настолько холодна ко мне, вот, что я сейчас в настоящий момент испытываю эту потребность в другом человеке. Ну то есть вот, как и бытует мнение, говорят, что многие, да большинство, а может быть даже все психологические проблемы идут как раз из детства. Абсолютно верно, да. И наши родители, вот, например, мои, они сейчас сопротивляются психологии, они говорят, ну мы же как-то вас воспитывали, ну вы же как-то выросли, да. И вот здесь краеугольное такое слово – это «как то». Так, к сожалению, время уже подходит к концу, за интересные беседы оно всегда очень быстро бежит. Спасибо большое за разговор, было очень приятно, и я думаю, очень полезно для наших телезрителей, и для меня в том числе. Анжела, спасибо вам огромное. Благодаря вам, вашей организации, вы, как сказал Некрасов, все эти то разумное, доброе, вечное. Спасибо вам большое. Спасибо. Это была программа «Званый гость», я и ее ведущая Анжела Умбетова с вами прощаюсь. До встречи в эфире.